Всем привет, с вами Современные Бронни. Что ж, много что произошло за эти выходные, меня даже разоблачить успели. Правда, кроме хихиканий, те претензии у меня ничего не вызывают. Ну а мой единственный ответ, что да, у меня тройка по русскому. Но это не закрывает мне путь в писательство. Человечество создало письмо и речь. Не за тем, чтобы обвинять тебя немым, если у тебя дефекты речи. Или забирать у тебя ручку, если ты плохо пишешь. По сути, обмен знаниями с помощью этих двух понятных и важных вещей. И позволил нам построить цивилизацию. Так о чем это я? Ах да, сценарист у нас сегодня Дэйф Рэп. Помним его по шестому сезону, где он постоянно с кем-то писал серию. Итак, первая его серия это седьмая, а именно Ньюбл Дэши или Новичок Дэш. Серия про реалии первого дня, где тот будет уж точно не лучшим, а скорее неудобным. Вплоть до того, что вы становитесь уверенными, что попали не туда. Имеется ввиду, что Реймбуд Дэш слишком сильно завысила ожидания, а получила неприятную кличку, от которой хотела избавиться. Но как оказывается, у всех есть эта кличка. И да, Реймбуд Дэш особенная, поэтому сильно наказывать ее не стали. Серия хорошая, даже концовка классная, но Дэшка для меня не лучший персонаж. Дальше идет одиннадцатая серия под названием Флаттербратер, или же практически Флаттершай. Серия необычная, даже с песенкой, про брата Флаттершай, как можно догадаться, которая описывает состояние многих Скуфов, хотя у Скуфа есть хотя бы забот. А тут парень боится, что облажается. Ну в общем, кто-то увидел в дефирбриде себя, а кому-то он был просто неприятен. Серию принято считать неприятной. Ну и двадцать третья серия под названием Where the Apple Lies, или же Где скрывается ложь. Серия про Эпплджек, которая много врала. Мне больше понравилась она потому, что показали Биг Мака и его сестру в подростковом возрасте. История также была интересна. Правда, Эпплджек там врала не из-за корости, а из-за блага. Что немного обесценивает ее урок. Ну в общем, серия-то хорошая. Человек пока что писал среднячки, поэтому здесь ставок, ребята, не делаем. Ох, сегодня у нас смазочный день. Все станки напоил маслом. Правда, в очередной раз получил наезд от снабжемцев. Мол, че это я масло беру не то. А как мне говорили слесаря, для наших машин, очевидно, всегда нужно хорошее масло. Особенно старым, которым больше 50 лет. Иначе они будут быстрее ломаться, пока просто полностью не сгниют. Так что мне работать и работать на этих двух малышках. Поэтому раз новых не предвидится, буду кормить их хорошим маслом. А так, пойдемте уже читать синопсис. Ни Старлайт, ни Самберст не навещали своих родителей долгое время. Но когда их обоих призывает карта и отправляет в родной городок, они обнаруживают, что их родители находятся в центре дружеской проблемы, которую нужно решить. Хороший синопсис. Он не спойлерит вообще основную кангу, но исчерпывающе описывает тему серии. А именно то, что Самберст и Старлайт поедут в родной город к своим родителям, вокруг которых крутятся проблемы дружбы. Вообще, у этих двух пони были свои проблемы в детстве. Ну, точнее, у Старлайт. Поэтому это не только серия про родителей, но и, наверное, о раскрытии каких-то особых лордных моментов из детства, где решился когда-то путь Старлайт Гриммер. Ну и если на то пошло, и Самберста тоже. В общем, тема убер интересная. Погнали смотреть! Что ж, как я и говорил в синопсисе, нам открывает завису тайны на родителей Старлайта Самберста. Но если у Старлайт вполне понятно, и даже простая проблема с тем, что Файрлайт считает ее ребенком, то у Самберста все куда интереснее. По крайней мере, мы видим связь истории Самберста и мамы, что хочет лучшего будущего для своего ребенка. Поэтому она теперь так фанатично готовит ему все планы. Опять же, со Старлайт это слишком натянуто. Мол, та ушла, и той было тяжело. В этот контекст можно было вставить что угодно. Но, что главное, родители в принципе вписываются в лор наших персонажей. И что главное, понятно, почему наши герои их избегали. И почему они так сильно не хотели решать эту проблему. Так как, по сути, даже в конце серии проблема не сильно-то и решается. Ну и вообще, технически тут все хорошо. И новый Бонни, новый город, даже какая-то история. Я вон по этой серии аж первые шесть глав смог написать в своем фанфике. Ну а возвращаясь к конфликту, здесь попытались сделать двойную мораль. Почему именно попытались? Потому что здесь скорее виноваты родители. Которые с ума сводили своих детей. Которые, естественно, тупо перестали с ними общаться. Конечно, игнорирование тоже такой себе выход. Но не то, чтобы Старлайт и Самберст совершали какую-то чудовищную из-за этого ошибку. Хотя и правда, проблему нужно было как-то решать. Ну и также стоит упомянуть интригу в серии. Лично я не сразу понял, что проблема в Старлайт и Самберсте из-за родителей. А я также изначально думал, что это Стеллар и Файрлайт что-то не поделили. Просто они по-настоящему друг с другом помилились. Дабы их отпрыски якобы выполнили миссию. Но нет. В конце я, правда, был немного приятно удивлен. Тут сценарист хорошо поработал. Можно, конечно, пройтись по мелочам, по типу того, что Стеллар стала одной из главных кандидатов на Милфул Столетия. Но, честно говоря, сложно что-то еще придумать. Поэтому перейдем к следующей рубрике. Есть ли в этой серии проблемы? Да, есть. Начнем с одной технической и самой видной. По типу, почему нам не показали мать Старлайт или отца Самберста? Понятно, что серия будет перенагружена персонажами, из-за чего придется тратить время на еще одних пони. Но это весьма важная тема, потому что полноценная семья это вообще-то важно. Такой прием будут применять на всех. Например, в том же G5. По типу, отец Усани, мать у сестер Пегасов, даже одна бабка у Хитча. Что смахивает на пропаганду приютов? Короче, не хватает полноценных семей. Это правда меня беспокоит. Хотя, например, благодаря этому я смог придумать Риттер и ее трагическую историю, напрямую связанную с дочкой. Да, сегодня будет много пропаганды моего фанфика. Офиг ли, зря что ли я старался? Ну и, пожалуй, решение конфликта. Нет, безусловно, Старлайт и Самберста поступили здесь очень по-умному. За несколько слов переубедили своих родителей. И ключевое слово здесь очень. Так как буквально в одном кадре Старлайт рассказала, что, мол, лучше войну им останавливать, а в следующем принимает тактику и за один заход изменяется и заставляет измениться своего отца. Из-за этого чувствуется неискренность морали. И то, что конфликт здесь заключался в том, что двое пони просто не могли найти миссию. Ну, а также на худой конец гипертрофированные характеры родителей наших героев. Понятно, это было сделано, чтобы выглядело все наглядно, но предпосылок никаких к этому не было. Просто надоедливые родители, без тормозов. Ну, а так, претензии у меня кончились, поэтому перейдем к вашим любимым придиркам. Кстати, почтальон не Пегас. Кто там говорил, что есть кристальные дедороги Пегасы? А вдруг там с мамой что-то случилось? Но ради приличия можно было бы хотя бы прочесть. Так и есть. Эта миссия будет особенной. Еще никому не поручали миссии дружбы за пределами пони Виля. Теперь карта может вызвать пони за полуэквестрии. Мне почему-то кажется, что проблем с дружбой в медведи так много, что карта должна работать 24 на 7. Если понадобится совет, обращайся. Я на таких миссиях собаку съел. Бедная Вайнона. Кто-нибудь ее в последнее время вообще видел? Старл отстояла там все это время, пока ждала Самберста. А ты не рада, что отправляешься вместе со мной? Нет. Туда этого Самберста. Сайрс Холлоу? Так там ничего нету. Что бы я ни делала, папа обращается со мной как с ребенком. Не делала? Она вроде бы вообще ни с кем не контактировала. У них кирпичная касса на деревянной платформе. Жесть. Добро пожаловать в Сайрс Холлоу. Я понимаю мир магии, но даже не подозреваю, как такое можно сделать. Аромат? А где здравствуйте хотя бы? Тут все невоспитанные. Фруктовый смузи продается в двух домах отсюда. Так и появилось семейство Старскаутов. Именно поэтому у нас прозрачные стекла. Спасибо, что не затонированные. Нашему городу нужно то же, что и тебе, Сандерс. Ясный план на будущее. Да он уже соскуфился, ему скоро тридцатник. Какой-то слишком маленький город, судя по этой улице в стиле Гроу-Стрита. Книги даже подержать нельзя? Ха-ха-ха-ха-ха. Нельзя. А вам можно их брать? Нет. Ну как-то это слишком безумно. Думаю бы, этот батон упал раньше, чем Сандерс его тронул, если он настолько тяжелый. Да, надоедает, поняла. А что в этом такого? Там же не каждую секунду будут заходить в пони. Колесо вообще-то деревянное. Вот Сандерс кидала, даже Старлайт решил оставить. Вы здесь видите пан-культуру? Я да, а ее нет. Господи, будто туалетку вытащила. Обычно родители заставляют все выбрасывать, когда ты даже говоришь, что тебе это надо. А тут оно вон даже осталось. Как она, кстати, подговорила библиотекаршей. Репетировать надо было лучше! Платить надо было лучше. Я нашел один закон, с которым совершенно никто не согласен. То интересное это регулирует. А мой папа вообще меня никому не подпускает. Нельзя разговаривать с незнакомцами. Старлайт до этого собрала целую деревню незнакомцев. У меня один вопрос. А почему мы говорим шепотом? Потому что библиотека, шуметь нельзя. Это копнуть еще глубже в истории нашего города. Думаю, с этого времени никто в живых не остался. Тут сейчас будет темный экран и как-то непривычно смотреть за тем, как они поменяли положение. Неприятно. Ну? О, я пыталась помочь, извини. Довел мать до слез. Думаешь, в этом и состоит миссия? Мы так и подумали. Ну да, ну да. Самыми умными оказались заднеплановые пони. Двадцать ноль, старик. Какой едкий! Да вы задолбали! Вы всю серию прямо в лицо его пшикаете. Конечно, едкий. Но потерянным я себя точно не чувствую. Да какой потерянный, он там целый кристальный. А чего вы машете? Они сейчас с вами и поедут. Что еще хочется добавить? Жаль, что почти никак не раскрыли историю о том, как же старат ушла из города. Где вот этот соединяющий момент из детства до деревни? Было пару слов, что это было трудно, но не более. Ну а так, по-моему, тут все. Давайте подводить итоги. Серия хорошая. Как новые локации, истории, персонажами и конфликтам. Но, скажем так, нету какого-то выделяющегося момента. Все здесь сделано на приемлемом уровне. И даже выше. Разве что, главная проблема, я тут считаю, гиперполизированность родителей. Так как взрослые люди так себя не ведут, как те двое. Ну а что тут было самым интересным, как мне кажется, это то, что не до конца было понятно, почему миссия наших героев это их же родители. Ну и, конечно, сцена, где Старлет описывает всю эту ситуацию, когда они после ссоры едва догадались, в чем же тут проблема. Которую решать вот вообще не хотелось. Хорошо, что проблему решили. Но тут, как мне кажется, будет как зефирбризом. Где тот вроде справился, а потом в девятом сезоне станет таким же. Но надеюсь, у них все нормально выйдет. Ведь семья это самое важное. Это ваши самые первые и преданные друзья. Они зачастую желают вам лишь добра. Но это если мы берем адекватные семьи. В общем, серия опять же мне понравилась. Как минимум с технической точки зрения. Атака Ситы сегодня чинил одним ключом. Один фиг все сломалось. Завтра буду звать слесарей и опять чинить. В общем, кому как-то особенно понравилась эта серия, могу порекомендовать свой фанфик. Хотя бы первые три главы. Но если читать, можете послушать. Буквально делайте что-то несложно и слушайте, как какой-нибудь подкаст. В общем, тут мы договорились и разошлись. Всем пока и до четверга. Субтитры сделал DimaTorzok